Привет дорогие мои, меня зовут Артур и сегодня мы начинаем прохождение амнезии, которую я думаю многие из вас ждали, когда я сделаю, потому что по вашим заверениям и по словам всех моих знакомых, игра страшная, двусрачки, наверное одна из самых страшных игр за все время существования жанра. Честно говоря, я уже устал от ужастиков, но тем не менее, такую игру пропустить не могу и возможно после нее я сделаю что-нибудь светлое, доброе, чтобы маленько отдохнуть от всего этого ужаса, который творится в последнее время на моем компьютере с этими ужастиками. Ну, собственно, давайте начнем, будем разбираться, это будет слепое прохождение, я играл ее ровно полчаса и то там атмосфера была совсем другая, ходило много народа, мы пили пиво и как-то, блин, то есть недопугание было, но я понял, что у игры большой потенциал и давайте начинать, новая игра, да, давайте посмотрим, что же она из себя представляет. Не забывай, некоторые вещи нельзя забывать, тень идет за мной, так, мы в каком-то коридоре. Хорошо, Даниэль. Так, это я не понял, это главный герой говорил или кто это такой был, пока что ничего не понятно. Мы, собственно, лежим на каком-то полу, в каком-то замке и пора бы вставать, вставай тряпка. Хорошо, так, и вот мы в каком-то коридоре. Течет вода. В замке, судя по всему, разруха. Так, на кнопке тап у нас инвентарь. Что у нас здесь есть? Здоровье, рассудок. Видимо, главный герой может поехать крышей. Это прискорбно. Так, здесь у нас, видимо, можно поджечь вентили. Ну да ладно. Так, откроем дверь. Ага. Интерактивность, то есть на высоте. Мы вручную открываем, закрываем двери. Это очень хорошо. Так, я думаю, надо прибавить маленькую гамму, чтобы вам было лучше видно. Потому что обладатели многих современных мониторов там почему-то очень большие проблемы с контрастом. И кроме черной картинки и редких ярких пятен ничего не увидят. Вот так, я думаю, будет получше. Так, свечка. Что это у нас за... А, трутница. Трутницы нужны, чтобы зажигать свечи и другие источники света. В сумке показано, сколько у вас осталось трутниц. Трутница у нас одна. Хорошо. Стульчик. Прикольно. То есть с физикой в игре полный порядок. Хорошо. Я уже чувствую, что этой игре бы не помешал... Вернее, игра-то и без этого прекрасно справляется. Но вот такая бы игра не помешала, скажем, PlayStation Move. И если вы знаете, такое устройство для PlayStation в своем роде революционное. Взаимодействие с окружающими предметами с помощью джойстика, который ориентируется в пространстве. И вот под него, если бы сделали амнезию, это было бы просто круто. Но у нас есть мышка, которая, в принципе, выполняет те же функции. И мы выходим в какой-то фол... О, фол, говорю. Фол. Хол. Тут еще один завал. Непонятно, видимо, замок. Очень старый. Кто я вообще, где я, как я тут оказался, пока непонятно. И что-то меня начало... Клошматить. Что это за пятна на полу? Видимо, это натекло со свечки. Тут у нас рыцари. У рыцаря можно отнять голову. Чтобы бросить предмет, нажмите ПКМ, удерживайте R и сделайте... Ага, понятно. Хорошо. Так, вы маленько жутковатые какие-то. Давайте я вам попробую поменять местами голову. Вот так вот. Так, мы не видим туда, но давайте попробуем открыть эту дверь. Понятно, туда я уже не хочу. На дворе, кстати говоря, 12 часов ночи. Я сижу в наушниках. Так что ощущения от игры будут, по-моему, просто прекрасные. Тихо, 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 тихо. Ну ладно. Открылась дверь. Что у нас там? Тут у нас какая-то очень... Я бы сказал, ухоженная гостиная. Каким хреном тут открылась дверь? В принципе, очень ухоженное место. Тут запросто можно жить, пить, угрок. Блин, прикольно сделано взаимодействие с предметами. Мне очень нравится. Ну ладно, пьянство-бой. Отлично. Разбилось. Хорошо, управление элементарное, судя по всему, по крайней мере, пока. Я не знаю, может там в будущем что-нибудь еще наворотят. Но мне, похоже, тут делать больше нечего. Так, давайте закроем дверь, а то она меня беспокоит. Итак, что у нас здесь? Шкаф открывается. Хорошо. Тут у нас рубашка. Ладно. Рубашка мне не нужна. У меня есть своя. Прекрасные, прекрасные картины. Вообще, замок обставлен просто хорошо. Кстати говоря, почему у меня камера наискосок? Я как-то криво стою, я к собаке какой-то, что ли? В здравом уме, вроде. Смотрите, как я под наклоном. Так, это что за роспись такая? Хорошо, тут вроде пока ничего нет страшного. Ладно, ладно. Ладно, ладно, ладно. Мы идем, похоже, по следу того, кто шел сканделябром и капал воском нам. Так, я, например, выпрямился. Что это у нас? Землетрясения какие-то, что ли? Я не пойму, что происходит в этом замке. Какой-то странный, странный замок. Ой, ой. Пошел нахер. Ой. Нет. Блин, да вставай, елки-палки. Этот персонаж, похоже, еще хуже Джека Уолтерса. Тот, конечно, был плакс и нытик. По любому поводу, блин, рефлексировал. Но этот тупо падает, как овца. Да, у овец, если не знаете, у многих есть рефлекс такой. Они деревенеют и падают просто от страха. Вот если наш персонаж так же себя будет вести при любой опасности, то, блин, у нас проблемы. Хьюстон, у нас проблемы. Так, ну здесь пока что светло, это хорошо. И мы выходим в какой-то другой коридор какой-то. Ну ладно. Твою мать. Сейчас мы ему стулом кью-то вдарим. Ладно, похоже. Похоже там. Похоже там. Сейчас узнаем, что там. Что голову-то ломать. Да вроде безопасно. Блять. И тем нахер. Я не пойду туда. М-м-м, нет. Так, а здесь у нас что, какая-то колдовая, что ли? Блин, я сниму твоего голову, ты меня... Беспокоишь. Так неспокойнее. Блин, надо выходить отсюда. У меня что, экран уже начинает. Фу. Блин, блин. Надо подпереть чем-нибудь эту дверь. Хорошо. Ладно, я думаю, больше нас не побеспокоит с той двери. Все-таки. Красивый замок, я бы сказал. Архитектура тут просто отличная. Графика, кстати, очень хорошая. Графика, физика, освещение. Ну и звук, само собой. В любом ужастике основная часть ощущений строится на звуке. Здесь с ним, насколько я вижу, проблем нет. Так, откроем старые архивы. А, мы видим, перемещаемся в новую локацию. Ну, хорошо. Ой, извиняюсь, у меня тут кошка зацепилась за провод наушников. Так, тут у нас какой-то сквозняк. Кстати говоря, где вентиляционное отверстие? В любом замке, в котором вот так вот горят факела, должно быть вентиляционное отверстие, потому что иначе народ просто перетравится углу-угарным газом. Так, какие-то книжки взять можно. А, но не нужно, видимо. Так, что это у нас непонятно. Ладно, хрен. Блин, да что же с вами творится, да? Твою мать. Ну, вроде никого. Блин, на кого хрен я падаю, ты подписываешься? Тихо. А, вы кто? Что за херня тут ползала? Я не понял. Я ненавижу всяких червей. Блин, надо, надо выбираться отсюда. Надо, черт твою мать, валить из-за комнаты. Ну, тут темно, блин. Так, еще одна дверка. Хорошо. А там у нас что? Тут у нас сквозняк. И подвал. Ой, подвал гуризовал. Что-то я сегодня, блин, видимо, совсем сильно устал. И язык опять. Творит какие-то... Какого хера происходит? Я не хочу туда идти. Я не хочу. Ну, ладно. Вроде успокоилось. Давайте бачком пробираться. Что вообще происходит в этом замке? Кто я такой? Что я тут делаю? Блин, ну, может, как-нибудь на J скажем. О, дневники. Нет дневников? Зэр. Отмечательно. Воспоминания. Идите по следу из капель, найдите источник жидкости. Записи. Нет ничего. Мне не объясняет, кто я такой. Кто я такой? Да, блин, откройся, откройся. Так, это что такое? Фонарь. Мы нашли фонарь. Если он наполнен маслом, вы можете зажечь его, нажав клавишу F и дважды щелкнув на нем в сумке. Хорошо. Так, ну я так понимаю... А, вот. Угу. В нем кончается масло. Давайте мы его будем беречь. Так, катка с цветами. Нахрен ее. Ах. Так, что у нас здесь? Не палимся пока. Мало ли кто нас что-то ждет. Кстати, интересно в этой игре... Так, тихо-тихо. Шкирим все в угол. Какие-то странные землетрясения, я бы сказал. Еще меня беспокоит то, что сзади открыта дверь, а там темный коридор. Нам этого не надо. Интересно, как тут обстоят дела с оружием. Я так понимаю, вообще тут нет. Это печально. Но, в принципе, с другой стороны, это хорошо, потому что, скажем, вколо-втолху, самые занимательные моменты в начале, когда у тебя нет оружия. И ты вынужден прятаться от врагов. Ощущения самые, я бы сказал, непередаваемо сильные. Так, что у нас здесь? Может, что-нибудь подобрать можно? Да, видимо, нет. С интерактивностью, короче говоря, порядок полный. Это хорошо. Я прям представляю, как люди играли бы на PlayStation Move или, скажем, на Wii с его Wii-мотом. Такие игры. Это было бы забавно. Но, конечно, игра сделана под мышку и на мышке. Это все играть очень удобно. Так, что это мне повернули сюда, камеру? 19 августа 1839 года. Хотел бы я спросить тебя, помнишь ли ты хоть что-то? Боюсь, когда я выпью этот эликсир, в твоей голове не останется ни одного воспоминания. Не бойся, Даниэль. Не могу объяснить тебе, почему, но я выбрал забвение. Постарайся найти в себе силы. Потому что у тебя есть цель. Ты – мой последний шанс все исправить. Очень надеюсь, что имя Александра Брененбургского все еще вызывает у тебя гнев. Если нет, то тебе не понравится то, что ты должен сделать. Иди во внутреннее светилище. Найди и убей Александра. Он стар и слаб, а ты – молод и силен. Ты легко с ним справишься. И еще одно. За тобой идет тень. Это оживший кошмар, который разрушает все на своем пути. Я перепробовал многое. От нее не уйти. Ты должен продержаться как можно дольше. Искупи наши общие грехи, Даниэль. Спустись в подземелье к Александру и убей его. Бывший ты, Даниэль.